Война была подготовлена только на очень короткий Блицкрик, несколько дневных, но с бекап-планом на максимум на 10 дней. Видим сейчас, что нет второго эшелона войска, которая готова была заменить и продолжить войну с такими же темпами силами, как первые. Видим задерживание, вообще сдерживание и конвоев, и стратегических дезинфицированных сил. Видим отсутствие необходимой логистики, нет еды. Мы получаем конкретные примеры от людей, к которым заходят взломом бедные солдаты российские, которые просят хлеба и воды. Мы знаем, что бензина нет. То есть все это указывает на то, что плана Б, плана С вообще не было у руководства России. Сейчас, скорее всего, вопрос, конечно, они не могут вернуть эти силы из Украины. Во-первых, некоторые из них вообще не могут вернуться, потому что даже если они захотели бы, сзади есть другие войска, украинские тоже, которые ждут атаку в телу, есть Кадыровская сила, которая тоже, видимо, так расположена, чтобы они сами являлись таким перегородой для российских офицеров и войск, которые захотели бы вернуться. Так что быстрого выхода нет. Вопрос здесь, какие команды придут. Поэтому для меня важнее всего это понимать, что происходит внутри элиты, внутри Кремля, внутри спецслужб, которые сейчас, видимо, доказанно уже приняли и поняли, что план А провалился. Так что для меня не важно, что происходит сейчас именно на украинской территории, потому что то, что происходит там, это тактические изменения ежедневные, которые не указывают на новую стратегию. Есть режим ожидания. Важно, что происходит в Кремле. А там мы видим, что что-то очень странное и страшное происходит. Был арестован генерал-полковник. Это уже не подтверждено несколькими источниками Сергея Беседа. Есть утечки внутренней информации из ФСБ, в котором говорится, это еще пока не подтверждено, но источники кажутся достоверными, что есть полная разборка со всей ФСБ, что ГРУ практически сейчас заняло, так сказать, более доверительную позицию по отношению к Путину. и пытаются как-то свалить все свои неудачи на ФСБ. Это, кстати, интересно, потому что последние 10 лет именно в обратную сторону все шло. ФСБ смогла завоевать позиции доверия, которые раньше были у ГРУ. Сейчас, видимо, все наоборот. И по-любому я не вижу ситуацию развития событий в Кремле, в котором через неделю и через две продолжится война, как было раньше запланировано. То есть какой-то большой сдвиг, срыв, он будет. И здесь какие они могут быть? Один вектор – это все-таки договориться о чем-то. Намного меньше договориться о чем-то с Зеленским. Намного меньше того, что было объявлено как спецоперации, как цель спецоперации. Я считал, что это очень невероятный выход, но последние сигналы от, скажем, там, от Эрдогана, даже от Зеленского, что вдруг появились возможности договоренности указывать на то, что, скорее всего, Путин уже понимает безвыходность для себя ситуацию. А второй вариант – это, конечно, сделать какой-то очень страшный удар по гражданскому населению, может быть, некоменциальным оружием, так, чтобы принудить Киеву к более серьезным компромиссам, так, чтобы Путин все-таки что-то смог показать своей стране как результат этой войны. Так что вот, это мои мысли на сегодняшний момент. Ну, вот как раз последние новости, что встреча Путина и Зеленского может состояться и заявлять, что это может занять, конечно, ни один, ни два, ни три дня, но в какое-то ближайшее время это случится, и Путин в разговоре с Эрдоганом тоже заявил, что он, в принципе, не против. Как вы думаете, вообще-то переговоры, которые пройдут, я надеюсь, скоро, они многоэтапными и затяжными будут? Или все-таки есть перспектива, что в скором времени прекратится та война? в той форме, в которой она есть сейчас? Если все в Кремле выглядит так, как мы себе представляем, а именно паника без нового сценария, без нового плана, то я думаю, что в интересах Путина будет закрыть как можно быстрее операцию, называя ее, ну, называя эти договоренности, скажем, какого-то компромиссного варианта, так, чтобы сохранить гражданское население нашей братской Украиной. То есть, если он готов вообще пойти на какую-то договоренность, это должно случиться в ближайшие 2-3 дня, действительно. Поэтому будем следить за этим ежедневно, ежечасно. Отсюда еще вопрос. Вы говорили про элиты. Насколько высока вероятность, что эти элиты отвернутся от Путина? Военные элиты, не знаю, олигархи и так далее, насколько им сейчас некомфортно находиться в подобности? Они же очень много теряют. И вероятность того, что случится раскол, и они, собственно, с Путиным дальше не пойдут. Нет, ну давайте будем реалистами. Конечно, они уже отвернулись. Здесь не надо говорить о какой-то гипотетике, что будет в будущем. Они уже отвернулись. Те же самые слова даже со стороны тех, которые из олигархов, которые остались на территории России, они уже полностью идут против пропагандистских слоганов, которые из Кремля идут. То есть, они просят мира, они просят не выгонять, даже пытания не национализировать имущество западных компаний, которые выходят. Вообще, они идут против общего посылка, против темников. А отдельно, те, которые находятся за границей и вообще отказались вернуться, потому что были инструкции им вернуться сразу в Москву, многие остались, тот же Абрамович, тот же, ну, несколько, Фридман тоже, они более чем открыто уже говорят о том, что курс Кремля это самоубийственный, они, по нашим данным, готовы общаться и с западными политиками, и больше, и спецслужбами, чтобы придумать какой-то вариант. Так что здесь нет вообще сомнения, что все отвергнулись, что все общаются между собой втихаря, так, чтобы все-таки они остались тоже неарестованными. Но получится ли что-нибудь у них, сложно предугадать, но то, что они думают, намного больше, даже, чем мы с вами, потому что у них шкурный вопрос, это я уверен, я гарантирую. Российский народ, он очень любит Путина за то, что вот он доводит дела до конца, он отстаивает интересы России, сверхдержавы и во всем мире, показывает, какой мы сильный народ, какое сильное государство. Если Путин пойдет на компромиссы, те, которые предложены на переговорах, отступит назад, какова вероятность, что его дни после этой войны в статусе президента сочтены? Есть такая вероятность, что путинский режим рухнет? И что на это влияет? Моя оценка, это возможно только если он сможет спрятать навсегда потери, которые были нанесены российской армией и российской, ну, военнослужащим, которые потеряли, которые потеряли жизнь. Нет вариантов, по-моему, в котором Путин возвращается и говорит, вот, мы договорились о том, что Украина не вступит в НАТО и что, де-факто, но на дюре будет признанной со стороны Киева, ну, независимо с республикой ДНР, ЛНР и закрыть на это дело и остаться при власти, и остаться любимым. Просто такого не может быть, потому что тогда возникают сразу вопросы, почему мы потеряли 12 тысяч из наших молодых людей, почему были ошибки, почему вы срочников туда допустили, послать, и чтобы срочников потеряли свою жизнь. и вообще, подождите, у нас же холодильники пустые, разве стоило было все это делать из-за того, что по-любому было, мы даже не знали, что Украина вообще войдет в НАТО, потому что официально же НАТО сама, сами говорят, что 10 лет, как минимум, не будет выпускать. То есть какое-то время пройдет, две недели, месяц, два, но все эти вопросы будут заданы, и я не вижу, не вижу ситуации, в которой Путин может остаться с таким, он может остаться при власти с огромной репрессивной махиной, которая по-любому готовится, но остаться при власти с таким процентом одобрения, как было, абсолютно невозможно. Вот сейчас еще появляются новости, что чеченский канал ГТРК заявил, что Кадыров приехал в Украину. Как вы думаете, откуда такое рвение у Кадырова, вообще, как влияет его присутствие там на ход войны? Его, его, его солдат. У его солдатов есть определенная функция, это пугать, это создавать террор среди гражданского населения Украины. Мы видим фотографии, которые не можем пугать из мест, где Кадыровцы были дислоцированы. Гражданское население поголовно они убивают, пытают. Это точно, это точно доведет до... Я могу сейчас просто гарантировать, что Кадыров будет в уголовном суде, будет признан автором тяжелейших военных преступлений. Причина, почему он приезжает, это скорее всего из-за того, что многие из чеченских бойцов, они сами потеряли уверенность, что они делают. Многие из них уже убиты, другие пытались вернуться. То есть даже внутри этих Кадыровцев нету общего фактора, который их сплотит. Поэтому Кадыров срочно должен появиться там, чтобы заместить тот факт, что многие из этих говорящих головки, которые были вместо Кадырова, они просто пропали сейчас. Почему? Потому что они убиты. И это создает, конечно, страх среди его собственных людей. Он должен чем-то их заместить. Я думаю, что это просто инстаграммный приезд. Он появится, чтобы доказать, что он там и сразу дышит. Так что не ожидаем, что он останется там даже ночью. Последний вопрос, который хотел вас узнать. Последние два дня все говорят про Мариуполь. Действительно это важная стратегическая точка. В осаде находятся люди там голодают, нет воды и лекарств. Какова вообще вероятность перспективы, что России удастся дожать этот регион? А в дополнение еще и про Херсонскую Народную Республику? Сейчас всячески пытается Россия отжать этот регион, назову это так. Какие здесь перспективы? Есть ли шанс отстоять? Если где-то вообще есть шанс с чем-то уйти с какой-то победы, это все-таки именно Мариуполь и Херсон, но это будет очень недолгосрочное выигрыш, потому что Херсонская Народная Республика, там не найдется больше ста человек, которые в это будут верить и поддерживать. В огромном отличии от ЛНР-ДНР, где все-таки почти половина местного населения реально, по реальным данным поддерживал сепаратизм тогда, но на основе долгомесячных дезинформационных каналов, которые шли к ним. В Херсонской такого не может быть, поэтому даже если они объявят это, чтобы отписаться, чтобы сказать, что мы что-то добились, это внутреннее сопротивление разрушит это сразу после выезда армии. Даже если останется там оккуляционная Росгвардия, то они не в силе бороться с местным населением. В Мариуполе чуть по-другому, там реально они могут уничтожить большую часть города, большую часть населения, и потом именно после этого террора держат его. Там важно даже нелояльность населения, важно международно получить коридор через Мариуполе до Крема, поэтому скресли им не важно отношение на стране. Редактор субтитров Корректор Мариуполе 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 Мариуполе